Начало второго на часах. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметанин. И сегодня со своим особым мнением в нашей студии Владимир Маматов, коммерческий директор газеты «Репортер». Владимир, добрый день. Добрый день, Владимир. Человек, который в определенном смысле добавил славы в Ленинградскому краю, при том, что уроженец Ленинграда, он... Да, города Ленинграда. Города Ленинграда, Петербург. Да. У нас объявился еще один уроженец Ленинграда ровно три недели назад. Я в курсе, да. Игорь Владимирович. Стоп, стоп, стоп. Разве он появился три недели назад уже? Три недели прошло. 28 июля был отстранен на должности Никиты Юрьевича в связи с «Стратой доверия». И в тот же день президент подписал указанное значение в Рио губернатора Кировской области Игоря Васильева. Мы у нас сейчас принято в особых мнениях именно с этой темы начинать. Вот три недели. Ну, давай начнем. Я совершенно не уверен, что Васильев, вот для меня он, например, абсолютно темный человек. То есть темная лошадка, черный ящик. И я абсолютно не знаю, что он принес к Хировской области, что он из себя представляет. Потому что обрывочные средства в СМИ, которые о нем есть, там какие-то его кусочки интервью, они дежурные. Абсолютно дежурные. За три недели по поведению чиновника, а этот чиновник, несомненно, назначен на достаточно приличный пост, понять, что он из себя представляет и что он несет регионов, затруднительно. То есть для Вас абсолютно неожиданно стало это решение президента именно этого человека? Ну, неожиданно. Да, я не предполагал, что это будет именно Игорь Васильев, именно глава Росреестр. Это да. Ты вообще раньше об этом человека слышал? Нет, я об этом не слышал вообще, но абсолютно ясно было, что будет назначен Варяг, вот это раз. То есть контрольный Кремлю, два. И, скорее всего, это будет человек второго эшивора. То есть не светящийся, публичный и так далее, и так далее, и так далее. Ну, это было ясно сходу практически. То есть там не надо быть Копенгагеном, чтобы что-то понимать. Сразу ясно. Но Игорь Васильев, да, неизвестен. У него есть несколько, пожалуй, человек, которые меня привлекли внимание. Это первое, то, что он переезжает с женой. Второе... Что это значит? Это означает, что человек очень ответственно, аккуратно подходит к своему назначению. То есть он не собирается давать пищу никаким слухом, он сразу закрывает большую и достаточную тему. Если ты помнишь, когда назначили был их, был вопрос с его пропиской, которая была там, не кировская. Был вопрос с нахождением его семьи здесь и так далее, и так далее, и так далее. То есть все это, на мой взгляд, Никита Юрьевич, бывший когда-то с нами, Никита Юрьевич использовал это как пиар. Ему нравилось, когда эти темы... Ну, мне так кажется, примеряю, что когда эти темы развиваются, раздуваются, что-то превращаются, все это обсуждается. Тема именно связана с личной жизнью, экс-губернатора. Да. Васильев у меня произвел впечатление, человек, которому это не нравится. Это первое. Он аккуратненько закрыл все темы. И момент, который мне очень понравился, откровенно говоря, я не знаю, в хорошую он будет, в сторону работать, в плохую, совершенно непонятно, это просто один из факторов. Но он сразу же заявил, что в соцсетях его не будет. Да. В соцсети это про другое, сказал он в интервью, я предпочитаю личное общение. Да, совершенно правильно, я с ним полностью согласен, потому что государственные служащие, на мой взгляд, в России, я не знаю, за весь мир, как Василий Иванович, не знаю языков, типа, я не скажу, но в России, по крайней мере, государственный деятель, ну, то, что Дмитрий Анатольевич Медведев где-то у нас там Твиттер ведет, по-моему. Ведет замечательно. И Твиттер, и Фейсбук, и прочее. Ну, вот это такая характерная черта Дмитрия Анатольевича, что-то про остальных я не очень хорошо знаю. Да, рейтинг губернатора, по-моему, были, кто у нас, раньше это было популярно, когда Никита Юрьевич укладывал там раненую ножку во время прогулки на велосипеде, там свои похудевшие фотографии, очень много чего еще, да. То есть, ну, мне кажется, в нашей стране такая, да это скорее панибратство и пулизм, чем реальная близость народа, мне кажется. Ну, это мое мнение. Но многим людям нравилось и нравится до сих пор, что экс-губернатору можно было написать в соцсети, он ответит, прокомментирует, в дискуссию вступит. Прекрасно, в вопрос, должен ли губернатор нравиться, или он должен что-то делать. Вот это самое, для меня это определяющий вопрос. То есть, лишь этот человек работает, лишь этот человек занимает свое место. Вот, что собирается делать Васильев, для чего он здесь, почему он здесь и как он видит свое пребывание в Кировской области, я не знаю. Я с ним не общался, ну, интервью его, я еще раз повторюсь, интервью его достаточно предсказуемые, понятные, ясные. То есть, новая команда, которую он будет собирать, конечно же, старая команда, с кем-то, из которой придется расстаться, конечно же. Кадровая перестановка неизбежна, диалог необходим, новые автобусы ударятся, там еще что-то происходит. А сегодня как раз. Ну да, да. То есть, все происходит в обычном варианте, как работает новый губернатор, только что назначенный на новое место. Но это, это ни о чем, пока ни о чем. То есть, это картина, просто картина. А что может быть о чем? О чем начнем с... Что уже может быть таким, да, действительно. Нет, я повторюсь, я кому-то говорил неделю-две лет назад, наверное, с кем-то в беседе на тему того, еще, по-моему, до назначения Васильева, что, собственно говоря, для меня бы явилось знаковым вообще в Кировской области, если бы губернатор занялся лесом. То есть, не надо приводить в порядок сразу все, то есть, здравоохранение, образование, дороги, дороги. Там очень много вопросов, но, на мой взгляд, на самом деле, центральным вопросом для Кирова и Кировской области является лесная отрасль. Во-первых, в ней сосредоточено очень много интересов, она приносит очень хорошие деньги. Там, я в 2009-м, по-моему, говорил со Черчковым, который курировал тогда лес, который, по большому секрету, на ушко практически прожиртал мне, что ворует примерно 75%. О, как? Да. То есть, это, как бы, информация 2009-го года. То есть, дословный, практически, текст. Он был еще более просоречен. Вот. И ворует 75%. То есть, понятно, что на этой лесной отрасли, я с удивлением уже знал, что у нас есть кедровый, кстати, потомник особоцком, то есть лесом Кировская область по-прежнему богата. И могла бы получать с этого хорошие деньги. И эта лесная промышленность и лесная переработка могли бы возродиться, как бы, но скандал с Киров-Лесом с Навальным, скандал с НЛК уже с Никитей Юрьевичем. То есть, лесная отрасль для предыдущего губернатора оказалась, в общем-то, камнем предновения. Он обнял и споткнулся, на самом деле, по большому счету. То есть, потому что, что скандальные вещи, что приведшие к его посадке, ну, там, как разберется суд, с чем, как, но посадка состоялась, и карьера политическая, скорее всего, закрыта. Но если сейчас и начинать приводить лесную отрасль в порядок, с чего начинать? С чего начинать, это удивительно, это крайне, это очень жесткий момент, потому что, предполагая, я никогда не занимался детальным, но предполагаю, что ситуация в ней, когда несколько финансовых, финансовых групп, во-первых, там столкнулись интересы разных людей, там под разными... Региональных или только региональных? Ну, вот это, собственно, будет первый оселок, на котором будет ясно, что будет делать лес. В общем, сначала нужно всех выгнать из леса, посмотреть на них. Да, должен прийти лесник, и разогнать и красных, и белых, и потом их распределить по загонщикам, чтобы они приносили копеечку в область. Потому что единственное, что человек, возглавлявший оверосреестр, в любом случае имеет немалый опыт работы систематичной, подготовкой документации, с учетом налогов, доходов, расходов, приходов. То есть, механическая обработка процесса у него должна быть уже как навык. Если он с этим же подходом займется медленно, не спеша, никуда не торопясь, займется лесом, то за несколько лет эту отрасль можно превратить в вполне доходную. И для области это могло бы стать серьезным подспорьем. И мы сразу бы увидели просто формат работы, который потом мы клонировали, допустим, на те же дороги, там здравоохранение и все остальное. То есть, вот если такой системный подход, в принципе, возможен, я могу пожелать только Васильеву удачи. А, кстати, у Вас ведь многие уверены, что от леса, от Кировского, практически ничего не осталось? Все повырубали? Повырубали, но я так думаю, что у ребят очень такие публицистические настроения. То есть, где-то кто-то слышал о том, что я неоднократно уже от водителей, от такси слышал идею о том, что как хорошо, что посадили Никита Юрьевича, потому что сразу, как Никита Юрьевича посадили, сразу дороги начали делать. Да Вы что? Да, конечно. Среди таксистов такое? Да. Вот, так вот, понимаешь, объясняю потом, что деньги-то, в общем-то, Никита Юрьевич успел выбить, 940 миллионов Москвы убивал на дороге. Просто пока они сли от Москвы до Киева, то есть, пока они прошли процедуру в Москве, пока они из Москвы пришли в Киров и были распределены, пока были проведены тендеры, тут Никита Юрьевич и присел. И, то есть, никакого отношения его судьба к судьбе кировских дорог не имеет, то есть, ему скорее в плюсах можно записать, но иллюзия того, что вот ушел Никита Юрьевич, и сразу же вот как все повернулось. Вот так создаются слухи, так создаются популярные мнения. Это ведь неискоренимо, наверное. Это неискоренимо. В нашем народе. Это неискоренимо в любом народе. На месте. Я думаю, это в любом народе неискоренимо, потому что существует глобальная разница между слухами, между массовыми суевериями, движениями, массовыми лозунгами. Нет, чуть выбрать киросковуюсь опять на ум пришли. И нормальным критическим научным мышлением. Мы продолжим программу «Особое мнение». Сейчас у нас небольшая пауза, скоро вернемся. Продолжается «Особое мнение». Сегодня это «Особое мнение» Владимира Маматова, коммерческого директора газеты «Репортер». Еще хочется по временно исполняющим обязанности губернатора поговорить. Вот зашла накануне буквально речь о том, это написал коммерсант, о том, что должности у нас губернатора и председателя правительства могут быть разделены. Некоторые же высказались на сей счет и, в общем-то, высказали положительные. Ничего не могу сказать. Абсолютно отбой. Отбой на корабле, потому что я не понимаю в этом ничего. Про точки роста, которые еще Василий Фабадович, мы недавно поговорили про лес. Он еще озвучил химическую промышленность. Как он видит химическую промышленность? Сельское хозяйство. Это общие слова. Точки роста, такие же я могу назвать еще пять. Вообще, в принципе, я могу охватить весь мир не менее точными прогнозами точек роста. То есть, покажи мне карту Испании, я тебе быстро скажу, что в Испании, несомненно, виноделие, скотоводство, морские перевозки, порты. Это точки роста Испании. Вперед, товарищи. За работу. То есть, это ни о чем. Как только начнется разговор о конкретных производствах и конкретных людях, которые на них завязаны, когда начнутся какие-то конкретные проекты, в которых мы увидим участие губернатора, тогда да, тогда можно говорить. А вот это его пристальное внимание к медицине, как он заявлял, что без всякого предупреждения и согласования, эти визиты в поликлинике, кирожке. Ну, это добрая, старая, прекрасная советская традиция. Ну, точнее, не советская, на самом деле, еще государь-император. Не, ну, государь-император была обставлена все это там, когда ангустейшее семейство, в госпиталь, к раненым. Они любили это все, в Первую мировую успели еще походить. Вот. А при советской власти, наоборот, там как раз внезапный визит этого большого начальства на свое рабочее место. Это была прекрасная отработанная традиция, классическая абсолютно. Это популистская вещь. Ну, и неплохая, в общем. Нет, в самом популизме есть инструмент, не более того. То есть, это как отвертка, и можно, не знаю, ударить человека, можно завернуть что-то, правильно? То есть, разницы никакой нет. То есть, пусть ходит по больницам, пусть смотрит на людей, которые сидят в очередях. Иногда, кстати, это полезно. И еще одно явление, произошедшее в последнее время, как только Игорь Владимирович заявил о том, что он приводил опыт работы, предыдущий свой, что вот, я сообщил свои личные почтовые ящики, мне начали писать, 7 тысяч письма, по-моему, упоминалось. И бац, на сайте областного правительства появился раздел, баннер, письмо главе региона. Васильев сказал, что лично получает эти письма, лично отвечает на них. Вот должен заниматься глава региона? Нет, не должен. Не должен, по одной простой причине. 7 тысяч письм. Ты представляешь себе технические возможности прочитать? Ну, это я имею в виду на предыдущем месте. А, ну, за какой период? Эти работы, да, вот, неизвестно. Ну, допустим, даже если в Кирове найдется 100 человек, которые будут день строчить по письму губернатору, ты представляешь, что для того, чтобы прочитать 200-300 страниц текста, да, сколько времени надо убить? Я думаю, практически весь рабочий день. То есть, лишь же мы на эту должность сажаем человека, который конкретно занимается перепиской губернатора, лишь же не занимаюсь ерундой, тут немного ощущений. Нет, это письма, приходящие на имя. Дело в том, что по, ну, я, по крайней мере, могу сразу по начальной строчке, по обращению, по заголовку письма понять, о чем будет идти в принципе речь. То есть, ошибаюсь, я думаю... Как человек, давно живущий, знакомый, собственно, с тем, что... Знакомый с русским языком, с начальной школы. Да, но ошибусь я, скорее всего, там в каких-то долях процентов, о чем там будет идти речь. И поэтому отсеивать эти письма, по проблемам я вообще не вижу. То есть, сортировать их. В принципе, нужен человек, который бы просто сортировал эти письма. Все. Я думаю, что пресс-секретарь с этим может прекрасно справиться. Да, даже помощник пресс-секретаря. Не знаю, там у нас Борис Вестинин в министерство. Исполняющий, а не знаете, министерство информационной политики. Министр, это мне веселило, ужасно совершенно министр. Ну, еще один вопрос про РИО губернатора. В том же интервью, да, РИО Новостям, он заявил, что пойдет на выбор губернаторский в 17-м году. Ну, прекрасно. Парни логично. Человек хозяин своего слова дал слово, взял слово. То есть, ну, прекрасно, если он это сделает. Я вполне бы сказал, что что-то может измениться и Васильев под давлением каких-то обстоятельств. Может, предложить другую кандидатуру. Неизвестно. Я пока загадывать, наверное, губернаторскую интригу 17-го года я вообще не собираюсь. Потому что ведь я не понимаю, как Васильев будет действовать, кого он будет приближать из местных, с кем он будет здесь конкретно работать. Он заявил, что он будет возвращать в регион налогоподельщиков, так сказать, толстым намекая, скорее всего, на Кировщеведских имзавод. В первую очередь, да? У Белых это не получилось. Да, ну, посмотрим, как там люди себя повернуты. То есть, я говорю, у Васильева я не вижу серьезных практических шагов. Я вижу прекрасные популические жесты, типа вот этих больниц, автобусов, подарков, еще чего-то. Да может, еще время не пришло? Не познакомился, не погрузился. Ну, как можно, ты абсолютно прав, как можно требовать человека, который три недели занял как рабочее место, требовать каких-то вот серьезных, мощных сразу, что Юлий Цезапи, что вы победим? Нет, конечно, совершенно другая конструкция. Вот так примерно. Подождем еще, я думаю, вот закончатся выборы, тоже волшебное время, которое очень интересные ставки сразу. 18 сентября. Да-да-да, пройдут, наконец, эти выборы, Васильев займется текучкой. Тогда мы начнем понимать, собственно, с чем это все идет. Вот так вот. Ну и предстоящий год насыщенный будет? О, ну... И чем он будет насыщен? Нострадамус как-то вот не нравится мне как персонаж здесь, потому что он может быть насыщен, а может быть абсолютно пуст. То есть... Я в том смысле, что надо как-то к себе внимание и доверие жителей региона привлекать, зарабатывать, заслуживать. А он его заслуживает в любом случае просто, если просто будет выполнять свою работу. Ничего другого, потому что все местные, как их называют, элиты, да, они автоматически берут под козырек. То есть они присередуны на верность Васильеву сразу же, я уверен, абсолютно, это даже не Никита Юрьевич, потому что Никита Юрьевич все-таки был достаточно, ну, такой, на мой взгляд, театральный фигур. Вот есть, ну, у меня есть сильнейшее ощущение, что все-таки это в большей степени шоу мы на чьем направленицу. А у Васильева, от Васильева у меня ощущение, что это все же в большей степени управление, чем шоу мы. И, ну, скорее всего, я прав. У меня первое ощущение, оно правильно, скорее всего. Чуть позже о выборах мы поговорим, но все-таки хотел задавать вопрос про экс-губернатора уже Никиту Белых. Ну, продлят ему сейчас... На следующей неделе, 24 августа, у него вроде как два месяца истекает, и уже следствие обратилось в суд с просьбой продлить до 24 декабря. И будет сидеть в СИЗО в декабре. Прогноз ваш, Владимир. Я думаю, ну, его будут муржить в СИЗО где-нибудь, не знаю, полгода-год, скорее всего. А потом, вероятнее всего, он получит за превышение дорожных познавалномочий, то есть... То есть переквалификацию статьи. Сейчас ему меняется взятка все-таки. И я надеюсь, что все-таки... Ну, как надеюсь? Надеюсь, да, правда. Я все-таки сочувствую Никите Юрьевичу, потому что... Ну, в нем было достаточно много позитивного, несмотря на все его негативные качества, там, моменты, там, ситуации. В нем было достаточно много позитивного, и он не вызывает у меня неприязни, как человек. Поэтому я так надеюсь, что переквалифицируют статью и дадут особенный срок. И вот это самое будет мягкое, разумное, спокойное. Да, с политической карьерой дело закончено, но жизнь на этом не заканчивается. Ему, в общем-то, не очень много. Ему 41, по-моему, сумма у нас в этом году. 41, да? Да. То есть впереди еще годы, годы, годы жизни и работы, и все замечательно совершенно. Просто человеку надо собраться, переквалифицироваться, как-то подумать дальше и все. Определить, кто твои друзья, кто не друзья, и все. Потому что человек... Мне кажется, ошибка его основная в том, что он окружил себя слишком большим количеством людей, которым нравилось называться его друзьями. И вот так. То есть таких авантюристов? Ну, нет, тут все проще. Это не авантюризм. Короля играет свита. Вот в его отношении, мне кажется, это очень точно факт. И понятно, что там люди, руководствующие самыми разными своими мотивами, они подыгрывали ему за всех сил. И это в значительной степени привело к тому, что мы видим. Еще остается время до у нас рекламной паузы и к выборам. Теме выборов хотелось бы перейти. Выборы в УЗС, в первую очередь. Ну, давай, давай про кошмары. Как известно, в начале июля, в середине июля прошли у нас спортивные конференции региональные, были определены кандидаты от политических партий. Уже известно, что шесть у нас партий будут участвовать на выборах в УЗС. Самые большие неожиданности хочу обсудить. Появление в тройке лидеров справедливо-россов Василия Куприяновича Сураева, бывшего руководителя Единой России. Что это и к чему? Он никогда не интересовался ни взглядами Василия Куприяновича, ни его историей за отношения соединенной России. Я помню, что он что-то у них возглавлял, как-то председатель. Он был секретарем. Да. Главное. Как-то председатель, что-то делал. И то ли нашла Касана Камень, как она нашла, и на что там, я не знаю, у них в своих внутрепартийных разборках, я не интересовался этим. Василий Куприянович решил, что, пожалуй, с какими-то другими людьми он будет дружить. Вот и все. Ну и вперед, вперед из песни. Это его абсолютное право. Ну не нравится ему Единоросса, чем-то они ему насолят. А это как-то на внутренних-то делах, на авторитете партии как-то это? Авторитет партии. Должно же отразиться. Знаешь, когда речь идет об авторитете партии, я вот с трудом понимаю вообще даже фразу. Что такое авторитет партии? Партия дела. То, о чем говорит, кто и выполняет. Партия. Партия. Ставит перед собой задачи. Расскажи мне об этой партии. Я хочу знать. Есть такая партия, а где она? Ну я, исходя из идеальных каких-то соображений. Нет, ты просто, ты цитируешь, видимо, забытую фразу из какого-то коммунистического, очень советского старого фильма, когда есть такая партия. Имеется в виду, что это большевики. Так вот, сейчас у нас есть такая партия? Не знаю. Молодец. И я вот категорически уверен, что нет ни одной. Просто ни одной. Потому что все то, что они предлагают, это является пожеланиями. Или лозунгами, или призывами. То, что академик Бехтерев называл внушением. Рекомендую интересующимся массовой психологией начать с того, чтобы прочитать его смешную очень старую работу. Внушение в общественной жизни. Очень полезно для здоровья и для ума. То, чем партийцы занимаются. То, чем занимаются партийцы. Они просто внушают массам какие-то вещи. То есть, допустим, нам должно нравиться КПРФ, или должно нравиться Ядросы, или там СР, или там еще кто-то. Но при этом, в соответствии с своим образованием и воспитанием, каждый из них пытается внушить народу то, что, как ему кажется, народ должен съесть. Вот так кажется. Ну, насколько я знаю, последнее известие, народу очень много не нравится. Но людей, которые агитируют там за какие-то партии, спускают собачек, отнимают у них агитацию, больно их бьют в районах области. И официальное ликование, красивые лица и уверенности, это все прикрывает абсолютно нервняк. Люди, скорее всего, просто наелись популизмом. Наелись дешевками. Ну, разных мыслей, да. И им просто скучно. Я, во-первых, предполагаю очень низкую явку. А это значит все-таки, что народ проигнорирует как-то, да? В основной своей массе. Так, в основной массе, ну, скажи мне, ты хочешь голосовать? Я много лет назад принял решение, что я буду голосовать. Так. И вот хожу я голосую. И ты хочешь голосовать, да? Вот как-то зажжется во мне огонь и представил себе, что от меня зависит многое. И хожу я голосую. Подходы, здравое, нормальное понимание работы партии. Это то же самое, что продажа товаров в супермаркете. Это тот же маркетинг. Мы хотим продать 10 миллионов банок соуса. Или, там, не знаю... 10% получить, да? Нет, ну, это другое. Сколько мы хотим получить, другой вопрос. Но мы хотим продать, там, миллионы людей, каждому по бутылке пива, условно говоря. Ну, пиво нельзя коммеровать, будем считать сок, да? Ну, ладно. По банке сока. Что мы должны для этого делать? Мы должны рассказать людям, что в нём содержится, что он прекрасен, что он сохраняет фигуру, что он улучшает это, что он действует на это. Что тот, кто упивает сок, действительно способствует своими действиям процветания этой страны. Новые рабочие места. Какая знакомая ситуация. Да, прелесть, прелесть. Новые рабочие места, новые заводы, процветание. А рекламные ролики с улыбающимися лицами, агитки хорошие, несколько креативных ходов, ну, получили. Это ещё работает? Как-то скучно уже. Вот, беда-то, ну, молодец, в том плане, что это не работает нифига. То есть, это работает, но очень общественный механизм, о чём интересный, тем, что очень большое количество вещей, если, я думаю, так, процентов 90, они катятся по инерции. То есть, они живут просто своей жизнью. Когда-то запущенные, они переваривают, перемалывают, они едут. Но это как каток, кладочник, который, возвращая к теме дорог, да, который пустили под гору. Вот пока гора не кончилась, он будет ехать. Но гора кончится. То есть... Пока закон гравитации. Да, совершенно правильно, пока он действует, например, всё. То есть, а время, когда закон гравитации, он начинает действовать в другую сторону, начинается. То есть, мне кажется, если не возьмутся заголовок, через 5-7 лет они получат массу людей, которым просто достаточно любого необычного лозунга, любой вот этой массовой внушаемости, да, чтобы повернуть в совершенно другую сторону. И контроль над этим, это очень интересная вещь. Интернет гораздо более мощная вещь будет через 5 лет, чем сейчас. Вот так прям. У нас рекламная пауза небольшая. Прервёмся и вернёмся через полторы минуты. Особое мнение Владимира Маматова вы сегодня слушаете. Коммерческий директор газеты «Репортер». Мы продолжаем программу, ещё про выборы хочется поговорить. А вот коммунисты, по мнению многих, кстати, на выбор в УЗС, укрепились Анатолием Михайловичем Чуриным, который 27 лет с лишним возглавлял кировское образование. Ну, может быть... Многие сказали, что он в УЗС, если пройдёт, то сможет чётко отстаивать вещи. Нет, борьба коммунистов, веденоросов, справедливоросов, ВДПР. Это фактически просто борьба за отведённые им по общему маркетинговому плану, отведённые им в секторе аудитории. То есть больше никто не даст, да? Совершенно правильно. То есть вот кусок, который должны взять ВДПР. Вот, естественно, каждая из партий, возглавляемая своими людьми, она стремится оттянуть, ну, чуть побольше. Ну, заявиться побольше, да? У Доронина, допустим, свои интересы, как бы, ну, и своя механика ведения работы. У коммунистов своя, у Идросов, там, третья. То есть они разные. Ну, смысл же понятен, абсолютно понятен. Аудитория ВДПР никогда не станет аудиторией спроворосов. Ну, не может она спать. Правильно? То есть абсолютно разная фразеология. Хотя, в самом себе фразеология, это смешная личность. Я чувствую, что возглавляемые, они меняются с точки зрения наоборот, легко. То есть, ну, разная аудитория, вот разные зрители, которые приходят, там, один идёт на боевик, другой на комедию, третий идёт, там, на экшн. Мемодрам. Да, да, да. А вот, ну, мы, людей, которые хотят посидеть на мемодраме и пролить скоку, значит, мужскую слюзу, мы же не задаем, чем их на боевик скуду, правильно, и неинтересно это. Вот так же и партии работают. То есть это просто меню. Вот и всё. Тут ничего суперсложного нет. А вот вопрос приготовления продуктов, это да, это интересно. Сама кулинария, ну, тут много чего можно сказать по поводу того, как это ребята делают. Это ужасно. Ещё про выборы в Госдуму немножко. Накануне появился список доходов и имущества 16 кандидатов в Госдуму по одномандатным округам. Видели, да, это список? Нет. Там три человека с доходом за прошлый год 0 рублей. Вот стоит доверять таким людям? Конечно. Им и надо доверять. Кто же эти люди? Озвучь, пожалуйста. Сейчас озвучу. Я обожаю таких людей просто. Партия Роста, Андрей Орлов, 0 рублей за предыдущий кандидатов. Нет, ну и такого дальше. Олег Кассин, тоже партия Роста, тоже 0 рублей. Мы с ним как-то пересекались, по-моему, более известно, по-моему, да? Да, да, да. С содействием фонд поддержки. Да, содействием, там, 5-6 лет назад, как мы увиделись. Ну, 0 рублей, ну и девушку, ну и, наверное, можно простить. Девушке можно простить. С содействием фонд, да, понятие простить. Зеленые, тем более, понятие простить. Ну, лидеры рейтинга – это Рахим Азимов, я имею в виду, по суммам. Олег Валенченко, Сергей Даровнин, Сергей Мамайев, действующий, пока еще депутат. Ну, прекрасно, прекрасно, совершенно. Нет, я бы доверял именно людям, которые указали 0 рублей, потому что они еще не настолько умны, чтобы указывать какие-то доходы. Не просто от испуга или от непонимания ситуации, потому что боятся того, что люди будут на них в курсе смотреть, если они поставят слишком много, и не поймут совсем, если поставят очень мало. А пока же, может, у нас вообще ничего нет. Мы живем на иждивении родственников, к примеру. Беда в том, что, конечно, это полный бред. То есть, иждивение родственников – это худший вариант, который можно придумать. Я вообще считаю, на самом деле, что всеобщее избирательное право, всеобщее голосование – это глупость. Потому что голосовать в Кировской области должен тот, кто в ней живет, кто достаточно долго, кто имеет в ней семью, имеет в ней имущество, в ней прописан, в ней находится, и кровно заинтересован в том, что в этой Кировской области что-то происходило. То есть, имущественный ценз какой-то? Конечно, конечно, конечно. Я абсолютно не демократичный в том смысле. Да, это не демократичный принцип, конечно. Хотя, на самом деле, я абсолютно демократический. У нас все время путают демократию с капитализм. Это очень такая глупая ошибка. Но многие грешат. И имущественный центр ввести. И человек, который показывает мне нормальные доходы в Кировской области, и давно живет в Кировской области, работает здесь, у него здесь дети, и все, он связан с этой местностью. Автоматически я понимаю, что он не собирается вроде бы никуда перемещаться. Он здесь занят чем-то. Но это хорошо. По крайней мере, те, кто живет здесь, у него больше шансов. Поэтому... Но... А дальше начинают... Нет. Партийные рейтинги и персонажи все эти. Ну, меня больше... Конечно, я люблю смеяться. Меня больше веселят, допустим, персонажи. Фокусы Доронина, которые он выделывал с топором, там, снимаясь на фоне этих полейниц, там, делал календарь такой. Что-то потрясающе. То есть... Сергей Доронин настоящий мужчина. Настоящий мужчина. Это партия грустных смайликов, это их воздушных шариков, это голосуй за СР. Вот. Тоже ужасное явление природа, конечно. Кто им это придумал, это... Ай, памятник бы в чем-нибудь отлить этому человеку. То есть, коммунисты частушки выбрасывают, совершенно потрясающую, просто потрясающую. Было дело. Шикарно. Это Достоевский, капитан Лебяткин, в Бесах, по-моему, у него там, вот горцует она на коне, в хороводе других амазонок. Вот примерно где-то такого класса стихотворцы. А... Единороссы, когда я проезжаю мимо баннера с Олегом Андреяновичем Мальчуком, мы его знаем, мы ему... То есть, да, мы его знаем, мы ему доверяем, по-моему. Я просто в восторге, потому что я три года проработал с Олегом Андреяновичем, я его тоже знаю, я тоже полностью ему доверяю. Полностью соленит. Конечно, конечно. Остается пять минут буквально о вещах на таких глобальных, более приземленных, о вещах, которые, может быть, намного больше волнуют жителей Кировской области. Борщевик, например. О, страшное явление. Общероссийский народный фронт предлагает создать в области у нас региональную программу по борьбе с Борщевиком. Вперед. Я всегда поддерживаю Романа Титова, взгравляющего НФ в Кировской области, очень его люблю. Если Роман скажет, что с Борщевиком надо бороться, мы с тобой, Роман, услышь нас, и Борщевик пусть он боится. Ну, а если серьезно, с чего начинает? Зарастем ведь, уже заросли. Надо начинать с того, чтобы ликвидировать по максимуму невежество среди народных масс. То есть вернуть нормальное образование на образование, именно нацеленное на практические выживания, практические навыки, практическое понимание жизни, ориентирование в пространстве, навыки чтения, письма и прочие вещи, которые убиваются на обращении. ЕГЭ. ЕГЭ. Вот это надо вернуть, вот на это направить. Как это с Борщевиком связано? Это очень просто, потому что человек, который в рамках школьной программы понимает, какая большая неприятность это Борщевик, и понимает, выраженный в цифрах и площади, и стоимости все эти работы, он может как-то осмысленно участвовать в уничтожении Борщевика. Когда мы просто бессмысленно уничтожаем что-нибудь, это не надо. Это тревожно очень. То есть, с Борщевиком надо бороться, но лучше бы вот с образованием было, наверное, правда. С образованием? Да-да-да. Начинал памятку о Борщевике, выпустил миллиардным тиражом, завалил бы Кировскую область, просветил бы, устроил бы классы по Борщевику, вот как бы так, занялся бы проблемой. Знакомьтесь, это Борщевик. Да. Его можно уничтожить в следующем выпуске. Да-да, вот это уже хорошо. Лучше всего, конечно, сделать компьютерную игру, запустить масло. Ну и та же самая тема, которую курирует и ведет ВНФ и лично Роман Титов это Осинцы, Слободской район, строительство полигона, ну, вернее, строительства там сейчас нет и новый железный вроде аргумент нашли фронтовики о том, что расстояние до Порошинского аэродрома 13 километров всего должно быть 15 по правилам и военная прокуратура подтвердила, что если там будет полигон ТБО, то скопление птиц в частности небезопасно для авиаполета. То есть до аэропорта 15 км, а до полигона, то есть наоборот, надо 15, а здесь 13. Надо 15, а там 13. Вот сейчас Олег надеется, что это будет поставлена точка. Меня больше интересует вопрос, кто делал экологическую экспертизу по этому полигону. Очень интересует. Во-первых, я слышал, я слышал, подчеркиваю, я не проверял эту вещь, но... По официальным данным все до высших эшелонов власти все это прошло, делаю, все утверждено. Высшие эшелоны власти, ты что имеешь? Путин Кремль? Нет, я имею в виду федеральное соответствующее ведомство. Федеральное соответствующее ведомство пропустили экспертизу, так иначе. Да. Ну вот, я бы поинтересовался, почему, потому что я слышал, что, во-первых, она была сделана в другом регионе, специалистами из другого региона, сделана была за полцены и кто-то из членов провинции с экологическим образованием, биообразованием, хваталось, по-моему, за голову, читая эту экспертизу, потому что написана была абсолютная липа, то есть, из-за легания грунтовых вод на этом полигоне такое, что это они неминуемо торванут весь поселок, черта я мать. То есть, этого, в принципе, я считаю, что такие вещи делать нельзя, потому что это аукнется. Это очень глупо, потом устраивать хипиш, наступать на грабли, портить настроение и себе, и другим людям, ну зачем это? Найдите нормальное место для полигола, прекратите вот, вот я абсолютно не понимаю эту проблему, но была бы коммерческая задача, надо за 2-3 недели найти другое место для полигола, за это я получу вот эти деньги, я останусь в период работы, ну грубо говоря. То есть, я думаю, что нашлось бы достаточно большое количество людей, которые подорвались бы мгновенно и за 3 недели бы решили этот вопрос. Я не понимаю, почему чиновники с такой избирательной мощью, как в 15 веке, вот на конной тяге они передвигаются, и письма у них летают явно к глубине почты, вот все эти 35 тысяч одних курьеров, вот настолько это косная, настолько мертвая система, по сравнению со скоростью, которую он ушел. То есть, мы были надеемся, что Игорь Васильев будет давать им определенное ускорение, так сказать, волшебный пендр, как говорится. по части этого полигона он, по-моему, еще не высказывался. дойдут руки, я думаю, почему это. Проблема, если правильно ее озвучивать и хорошо озвучивать, проблема вполне региональная, это проблема Неграспля. Правильно расставлять опционы в работе. Ну, в фоне экологии и заботы об уважающих среде в Киргии, я могу тоже сказать, что здесь очень то слово, которое не превращается в счастье, да, никак. На этом завершается программа «Особое мнение». Напомню, что гость студии Владимир Мамотов, коммерческий директор газеты «Репортер». Спасибо большое. Да, всем удачи вам. Спасибо тебе. Спасибо.